Ну давайте начнем. Я надеюсь, что в переключателе здесь в пульте поменяли батарейки, уже сейчас все будет работать хорошо. Можно вот на большой экран вывести презентацию, пожалуйста, тоже. Или на экране, там, а не только здесь. Буквально одну минуту. Спасибо. Спасибо. В онкологии, в общем, очень... только в онкологии случается, что уровень ответа очень низкий. Небольшая вероятность ответа. Однако большинство лекарств выдаются, как бы применяются в максимально выносимой дозировке. Именно поэтому побочные эффекты при лечении онкологических заболеваний выглядят скорее нормой, чем исключением. Ну и понятно, что существует необходимость в том, чтобы сопоставлять пациентов и лекарства, то, о чем мы уже говорили. В первую очередь, для повышения эффективности доступного лечения, ну и во-вторых, в некоторых случаях для того, чтобы воздержаться от лечения, например, зная, что опухоль в любом случае будет ответ так или иначе. Это тоже важная опция в онкологической медицине, ведь иногда это куда даже более значимо, чем эффект от лечения. Это первый такой обзор предикативных тестов. Давайте посмотрим. 30 лет назад это было опубликовано, но и в основном это было эндокринное лечение ракомолочной железы. Эндокринное лечение ракомолочной железы – это прототип всех предиктивных тестов, потому что большинство текущих существующих предиктивных тестов основываются на каких-то постоянных переменных. Очень сложно, глядя на них, предсказать, а что будет положительным результатом, что будет возможным результатом. Иногда они амбивалентны, иногда они какие-то промежуточны. Также важно понимать, что постоянные переменные боли подвержены каким-то межлабораторным изменениям, чем другие тесты. Например, возьмем иммуногистохимию. Это, похоже, такой наиболее важный метод в предиктивной онкологии. Иммуногистохимия считается, в общем, несложной. По крайней мере, она доступна повсеместно, однако это довольно сложный тест, сложный анализ. Вот перед вами клетка, которая выражает антигены. И здесь определенные антитела, которые взаимодействуют с целью. Это одна реакция. Однако для того, чтобы увидеть эту реакцию, вам необходимо взять второе антитело, которое содержит определенный лейбл. То есть, по меньшей мере, это две сложных биохимических способа взаимодействия, которые подвержены температуре, влиянию температуры, антителам. Куда еще важнее, иммуногистохимия чаще всего не имеет какой-то эмбильный стандарт. То есть, производство тканей, которое может отличаться в одной лаборатории от того, что происходит в другой лаборатории. И в результате иммуногистохимия, как и многие другие тесты, которые основаны на постоянных переменных, недостаточно в межлабораторной воспроизводимости. Давайте посмотрим на определение рецепторов эстрогенов в раке молочной железы. Мне кажется, наиболее предусмотреть такой предсказательный в раке молочной железы. Здесь два параметра рассматриваются. Частота клеток. Безусловно, сложно перепутать эти крайности. Однако все равно они подвержены определенным изменениям. Для того, чтобы оценить процентное соотношение окрашенных клеток, нужно знать все субъективные параметры. И именно по этой причине определенный порог здесь, который считается положительным значением, необходимо изменить эндокринную терапию, а также тот порог, который указывает на то, что отрицательный, негативный порог – это все очень спорный вопрос. Ведь это такое ведущее исследование, которое сейчас определяет пороги отсечения того, что является рецептором эстрогенопозитивным и негативным. В свое время это уже было, пытались это продвинуть, но с этичной точки зрения невозможно было это контролировать. Посмотрите, все эти пациенты получили антиодиноэндокринную терапию. И даже здесь, в этом клиническом исследовании, в этих исследованиях был определенный набор, смесь предиктивных значимых тестов и прогнозируемых значимых тестов. То есть это непростая задача. Я говорю сейчас о разработке алгоритмов, связанных с решениями. Давайте еще раз. Определение рецептора считается такой рутинной задачей, однако даже здесь могут быть какие-то неожиданные открытия. Например, рецептор прогестерона, который считается как такой компонент сигнального каскада рецептора эстрогена. Рецептор прогестерона всегда считался лишь маркером сигнального пути функции рецептора эстрогена. То есть восприятие его как лишь одного звена цепочки каскада рецепторов эстрогена. Однако, возможно, теперь выясняется, что у него есть возможная функция подавления опухолевых клеток. То есть он не стимулирует рост опухолевых клеток, но подавляет их рост. И если эти данные будут подтверждены, то эти предиктивные тесты могут иметь довольно важное значение, ведь их интерпретация будет совершенно иной. Для лабораторий, что еще более приятно, это проводить тесты на мутации, ассоциированные с выбором терапии. Ведь они как бы изменяют сами свойства белка, сами его конформацию. И, по большому счету, это имеет непосредственное отношение к выбору лекарства. В большинстве тестов оно либо есть, либо нет. Здесь нет каких-то промежуточных значений, промежуточных результатов. Ну и сейчас тестирование, это было внедрено в середине 2000-х. Сейчас у нас порядка 10 лет уже есть опыта подобного клинического исследования. Это исследование очень известно и используется куда чаще, чем многие другие постоянные переменные. Вот это наше исследование. Порядка 10 лет назад было проведено. Мы начали его вместе с профессором Моисеенко. Основная наша задача была не только достичь клинической эффективности, но насколько возможно меньше тратить в пустую лекарство. Здесь основным критерием отбора является мутация GFR, и только эти пациенты получают гифетинид. В данном случае ни одной таблетки не было использовано зря. Все пациенты, которые получили лекарства, показали положительный результат. И вот это является подтверждением необходимости предъективных исследований, когда он позволяет нам максимально эффективно использовать лекарства. В чем же разница, если мы говорим об интерпретации результатов? Я бы сказал, что это буквально невозможно получить ложноположительный результат. Лаборатория должна реально сильно ошибиться, совершить какую-то серьезную ошибку, чтобы получить ложноположительный результат. Какое-то заражение, подмена, кто-то перепутал образцы. Однако, ложно-отрицательный результат при тестировании на мутации, на наличие мутации, в общем, относительно часто встречается. Наиболее частой ошибкой является неправильная диссекция тестов, то есть пропорция количества опухолевых клеток, которые служат источником ДНК. В некоторых случаях, несколько раз в год мы ввязываемся в такой спор с центральными лабораториями, которые проводят клинические исследования, мы обнаруживаем результат у пациента, пациент подает заявку на клиническое исследование, ну и затем происходит какой-то аудит европейский или Соединенных Штатов, и несколько раз в год мы это происходит, мы обнаруживаем мутацию, а затем следующая лаборатория, которая проверяет, не обнаруживает эту мутацию. Мы пишем, как правило, письмо, есть через несколько инстанций, это все проходит, и каждый раз, в общем, мы пишем одно и те же, что несколько проведенных тестов подтвердили наличие мутации. Ну и я думаю, что это такая техническая всего лишь сложность проведения микро-Д-секции. Другой, да, сложность спектра мутации. Большинство, все делается в каких-то коммерческих наборах, и большинство этих коммерческих наборов в состоянии распознательной более часто встречающейся мутации, но не так хороши в распознавании более редких мутаций. Например, афотениб, муперлотениб, другие гибиторгеназы, мы все это зачастую не включается в многие тест-системы, да, а ведь это очень значимо для процесса лечения. Куда менее известно то, что инсерция такого же экзона также делает опухоль чувствительной к тому же лекарству. Однако, если те же обе мутации будут обнаружены коммерческим тестом, то ситуация совершенно другая. Какие-то редкие значимые мутации не обнаруживаются им. Вот мы видим здесь, например, вот у нас три пациента было, которые получили гифотениб. Однако нам понадобилось провести исследование двух с половиной тысяч пациентов для того, чтобы выявить вот эти три случая введения экзона 19. Однако, если эти пациенты, например, проходили бы постоянно регулярные исследования, их бы не пропустили, они бы не получили лекарства. Другой пример, еще более такой часто встречаемый, например, ингибиторы меланомы. Изначально они связаны непосредственно с наиболее частой мутацией БИРАФ-600К. Вторая мутация, да, вот эта, считается редкой. И это правда, эта мутация редкая и изначально не была включена в исследовательский набор БИРАФ. Давайте, если мы взглянем на общее население пациентов, то я соглашусь с вами, эта популяция здесь довольно редко включается. Однако, если мы все будем смотреть еще более об счет, то мы видим, что одна четверть пациентов зачастую просто опускается какими-то коммерческими компаниями, коммерческими проводимыми исследованиями. Мутации ассоциированы с чувствительностью к определенным препаратам. Да, это довольно небольшой спектр, однако он заслуживает нашего внимания. Необходимо озвучить то, что, ну, одного слайда, в общем, достаточно для того, чтобы перечислить все такие предсказаемые мутации, которые можно предсказать. Это мутации GFR, да, которые ограничены, в общем, раком легкого. Это терраслокации ALK, которые, в общем, тоже, да, рак легкого, но и какие-то редкие виды опухоли миофибробластома у детей, например. Другие мутации, которые по-прежнему являются довольно экспериментальными и не очень не одобрены до сих пор, однако есть часть мутаций, которые высказывают чувствительность к определенным лекарствам. Они определенно сдержаны, или даже эта чувствительность довольно низка. Существуют также мутации, которые имеют абсолютно противоположную предиктивную значимость. То есть, например, при колоректальном раке K-RAS, N-RAS или B-RAS мутации, по большому счету, нет никакой вероятности того, что он будет, будет ответ на ингибиторы. И здесь предиктивность, в общем, довольно высока. Проблема лишь здесь с позитивной, да, предиктивностью, для предсказания чувствительности. Ведь многие опухоли с мутацией K-RAS, N-RAS, B-RAS не демонстрируют какого-либо выраженного ответа, да. Их фенотип вряд ли будет отвечать на монотерапию с нашими ингибиторами, либо будет какой-то такой очень лимитированный эффект лечения. Я помню, несколько лет назад считалось, что больше не нужна, да, органная верификация происхождения опухоли. Ведь если есть какой-то, достаточно лишь просто реализовывать лечение. Я считаю, что некоторые предиктивные мутации, тем не менее, они играют огромную роль именно вот в сфере определения органов. Например, перед вами пример довольно редкой опухоли, клеточная саркома. Мы провели тест на мутацию B-RAS и были, в общем, довольны результатом. Все говорилось само за себя. Пациент этот, очевидно, выиграл бы от введения ингибиторов B-RAS. Вот это такая саркома, которая отвечает на лечение, а это не так уж часто происходит. И это абсолютно стопроцентный ответ саркомы с мутацией B-RAS на виморофенип. Два года спустя, что мы видим такое корзинное исследование, корзиночное исследование, выдающееся исследование этого случая. Все, всем опухолями с мутациями B-RAS стали к ним применять такое же лекарство. И, в общем, ответ был довольно хороший. Однако мы видим, что в некоторых случаях, несмотря на присутствие B-RAS мутации, опухоль не ответила на лечение. И это именно здесь роль органа дает о себе знать. Вот, например, возьмем рак, который влияет на желудочно-кишечный тракт. Я не знаю, кишечный, прямая кишка или что-то еще. Здесь, беря в показатели, будет недостаточно, потому что существует такой механизм компенсационной обратной связи. Кишечные клетки или другие какие-то клетки отвечают на активацию ЭГРФ-рецепторов. И вот этот такой компенсационный сигнальный путь, за счет него опухоль перестает реагировать на лекарства. И здесь есть определенное решение, которое является выводом из знания того, как функционирует этот механизм. Если два инструмента применять одновременно, то мы достигнем определенных показателей эффективности. И это довольно сложный поддающийся лечению опухоль. Это опухоль желудочного пузыря. Здесь была также обнаружена БИРФ-мутация. 2% всего пациента показали эффективные показатели. Однако это такая компенсация. Мы видим ингибиторы ИДЖФР и БИРФ применялись вместе. И мы видим 100% ответ опухоли на лечение, которое вы едва ли когда-либо увидите среди пациентов, у которых подобные опухоли желудочного пузыря. Другой довольно хороший пример, интересная сфера клинических исследований – это наследственные мутации, наследственные опухоли. Несколько лет понадобилось для того, чтобы признать, что наследственные опухоли действительно зависят… В общем, их патогенез играет огромное значение. И это действительно… Они могут требовать другого лечения, нежели их предшественники. Например, какие-то ассоциированные раки BRCA1. Александра Гермонт уже говорила о микросателлитной недостаточности. Это довольно часто встречающаяся характеристика опухолей наследственного колоректального рака, определенные его формы. И именно эти опухоли чувствительны к определенным иммунологическим ингибиторам. Есть также формы рака, которые могут лечиться определенной такой характерной терапией. BRCA1, ассоциированные опухоли, являются наиболее известным примером. Возможно, это, в общем, за счет развития соответствующих ингибиторов, парки ингибиторов. Наверное, поэтому. Механизм функционирования работы определенного лекарства в BRCA1, ассоциированных опухолей, основан на определенных организмах развития опухоли. Вот это геном нормальной клетки BRCA1, ассоциированной опухоли. Мы видим, что каждый ген в двух копиях. Один ген от мамы, второй ген от папы. Ну и одна копия подвержена мутации в нормальной клетке тела, потому что это наследственная опухоль, наследственная мутация, точнее. Но человек ведь остается нормальным, потому что есть и другая копия гена BRCA1, которые, в общем, функционируют совершенно нормально и компенсируют мутации. Как развивается опухоль? Опухоль развивается за счет деактивации остающейся части BRCA1. И это потрясающе терапевтическое окошко для такого целевого вмешательства. Клетки опухоли не в состоянии восстанавливаться. Ну вот, например, вот этот подход делает опухоль очень чувствительной к дешевому и очень доступному лекарству. Это лекарство на основе платины. Эти виды опухоли очень чувствительны к нему, и эти лекарства на основе платины очень эффективны в лечении BRCA1 с циверных опухолей. Господин Моисеенко вместе со своими коллегами опубликовал вот эту работу. Она касалась стандартной терапии ракомолочной железы, и на какой-то одной из последних стадий одного из исследований был проведен тест на BRCA. И вот мы видим, что здесь есть. Это опухоль, которая очень хорошо показала очень высокий уровень ответа на довольно дешевое и доступное простое лечение. Есть масса исследований, которые доказывают, что платиновые составляющие показывают высокий уровень эффективности в таких, в общем, неоднозначных, нечасто встречающихся видах опухолей молочной железы. Это знание может быть использовано для расширения границ онкологии. Вот, например, исследование рака желудка. Первый вывод из этого исследования – неожиданно рак желудка стал частью BRCA-синдрома. То есть носители BRCA не только больше подвержены возможности рака желудка, но и также, в общем, почему-то эта информация не столь очевидна. Второй вывод, что BRCA-опухоли в других органах повышают чувствительность к лечению препаратами на основе платины. Ну, если RMA подавляется какими-то соматическими факторами, мы понимаем, что эта клетка тоже, а также как и герминативная клетка чувствительна к платиновой терапии, назовем ее так. Однако это справедливо только для BRCA-специфичных лекарств. Например, другое лекарство, которое, в общем, метамецин, которое забыто было, несправедливо, однако также используется в онкологической терапии. Оно также ведь работает по этому принципу. Давайте взглянем вот сюда. Да, вот это данные по пациентам с раком яичников. Они не могут получать платиновую терапию из-за побочных эффектов, и их лечат метамецином. Ну и понятно, что здесь, в общем, это такое палеотивное лечение, ни о каком выздоровлении речи не идет, однако это лучше, чем ничего. Вот это, мне кажется, самое любопытное наблюдение из всех, что мы имели возможность видеть в течение последних месяцев. Это неадювантная преоперативная терапия пациентов с раком яичников. Чаще всего у них очень такой маленький период до платиновой терапии. Три круга по два месяца, и здесь возможность достижения результатов куда более велика. Да, вот это исследование пациентов, которые получают неадювантную терапию препаратом на основе платины. Ожидается, что пациенты с герминатальными клетками будут отвечать гораздо лучше, чем остальные. Однако, в общем, неожиданным является, здесь в этом нет ничего нового, однако неожиданно то, что исследование биологии, неожиданные результаты биологического исследования опухоли во время лечения. Давайте вот взглянем. Это опухоль, которая была анализирована до операции. Как и ожидалось, в общем, мы видим прекрасное терапевтическое окно, мы видим потерю остающихся аллелей. Эта опухоль была удалена хирургам за два месяца до начала лечения. Вот в чем разница? Мы видим опухолевые клетки, которые лишь два месяца до начания платиновой терапии, у них не было потери остающейся аллели. Мы видим, что у них есть остающиеся функционирующие аллели BRCA, и это очень такая быстрая выборка клеток, которые сохраняют функцию BRCA. И это, в общем, может действительно по-настоящему изменить всю культуру, всю концепцию подбора лечения. Давайте вот взглянем на сокращение, на эффект этого, эффект терапии. Мы знаем, что опухоль гетерогенная. Но я лично верю, что если мы видим сокращение объемов опухоли, то это такое пропорциональное событие. Какие-то клетки более или менее чувствительны, однако во время, при сокращении опухоли это очень такой понятный нам процесс. Однако, к сожалению, это может быть неправдой. Если мы рассмотрим имеющиеся у нас данные, то может показаться, что чувствительные клетки опухоли погибают в самом начале лечения. Однако, что же мы видим? Мы видим, что вот это пустое пространство отдается очень быстро растущим резистентным клонам. Получается, что в ходе сокращения опухоли происходит одновременно очень быстрый процесс роста новых резистентных клонов. Это очень важное наблюдение. Не только касается неодевантной терапии рако-яичник. Это, в принципе, очень важный онкологический тест. Если терапия является эффективной, то три цикла до операции, три цикла после операции, его можно применять так же, как одевантную терапию. Однако, я не уверена, что это самая наилучшая стратегия. Принимая во внимание то, что все клетки, которые удаляются хирургам, уже резистентны к лечению. Это лишь говорит нам о том, как быстро опухоли адаптируются к лечению. Другой важный вопрос. Я помню очень хорошо, как в начале, в середине 90-х мы стали использовать архивные какие-то гистологические препараты. И многие нам стали говорить, что результаты ненадежны. Ведь в архивном материале ДНК деградирует. И все генетические тесты, которые вы делаете, в общем, не являются достоверными. Но сейчас над всем этим остается лишь только посмеяться. Биопсия сейчас является стандартным исследованием в области ДНК и такой стандартный анализ. Однако, сейчас этого недостаточно. Например, если мы возьмем большое количество пациентов, они не очень хорошо переносят биопсию. Это слишком травматичный такой тест, и нужно проводить циологические какие-то препараты. Однако, у пациентов с раком простаты, у них просто нет доступа к зоне распространения метастазов. То есть, в некоторых случаях, какие-то циркулирующие кровяные клетки. И тесты совершенно другие нужно проводить, которые должны основываться на анализе циркулирующего ДНК. И это непростая задача, потому что методы микроанализов должны быть подогнаны под совершенно разные источники получения материала. Например, цитология зачастую используется у пациентов с раком легкого. И в данном случае мы, например, получили очень интересную ситуацию. Те же самые пациенты, у которых были взяты и цитологические материалы, и архивные материалы. Изначально их диагнозы были поставлены цитологами, чуть-чуть с ним отличались. Однако, после более полноценного анализа опухоли, вот что мы увидели довольно любопытно, что даже цитологические слайды, которые содержат огромное количество раковых клеток, даже не ДНК, а также РНК, остается подходящим для любого вида анализов. То есть анализы такого же качества мы можем проводить в общем в обоих случаях. То есть по большому счету они совершенно равнозначны нормальному гистологическому материалу. Некоторые тесты, в речь идет не о эффективности, а просто о их цене, потому что они требуют огромного количества экономических ресурсов. Например, есть масса каких-то транслокаций, которые используются для обнаружения, которых необходимо проводить так называемый фиш-анализ. Он недостаточно быстрый, он не может быть достаточно автоматизирован, он требует приобретения очень дорогого довольно оборудования. Ну и здесь давайте взглянем на некоторые виды транслокаций. Если происходит транслокация, активная часть гена, активная часть энзима становится перевыраженной, грубо говоря, потому что ее партнер становится очень сильно таким промотором, такая другая часть регуляционного механизма. Со вторая часть гена при сравнении количества домена киназа и с началом гена, как правило, это соотношение один к одному, в норме, потому что это единый ген. Однако если мы посмотрим экспрессию РНФ в транслокированном гене, то мы увидим, что вот эта часть гена перевыражена. Мы видим здесь оверэкспрессию так называемую. И это может быть сделано, в общем, довольно просто, с таким же набором аминокислот. То есть вы просто изолируете и РНК, и ДНК. Вы производите один PCR-тест для EGR2 и второй тест для транслокации. То есть вам не нужна никакая дополнительная техника, технология. И используя этот подход мы смогли обнаружить, что масса транслокаций, в общем, происходит незамеченно, остается незамеченной, потому что фиш-тест является таким довольно общепринятым механизмом и не всегда уделяет достаточное внимание типу гена, о котором идет речь. Существуют также дополнительные комплексные тесты, которые являются отличным дополнением к моногенным тестам. Например, мультигенно-экспрессионные индексы, которые являются довольно популярными в настоящее время. Многие из них в основном они используют для выборки пациентов, которым нужно или не нужно проходить адюватную терапию. Однако это не единственный пример. Например, при раке простаты комплексные мультигенные тесты являются для скрининга пациентов, которым нужно лечение или не нужно лечение. Мультигенные тесты, ну, по меньшей мере, они проводятся в централизованных лабораториях, несмотря на то, что это очень непростая технология. Здесь не нужно, да, у нас не стоит вопроса воспроизведения в других лабораториях. Централизованный процесс, как бы является ли это альтернативой морфологическому исследованию, мы не можем сказать, да. Например, вы считаете число пролиферующих клеток и тот же самый исследуете, да. Ну, а где здесь добавочная стоимость? Понятно, что выраженность гена добавляет какую-то стоимость, но здесь друг на друга накладывается традиционное понимание морфологического исследования. Я люблю тот подход к тому, что единственным таким основным преимуществом этого теста является то, что он может быть автоматизированным. Может быть, когда-то в будущем это подобное исследование заменит какие-то другие виды морфологического анализа. Мультигенное секвенсирование, сама его идея заключается в том, чтобы обнаружить какие-то реальные мутации в каких-то необычных опухолях. Например, мутации GFR при нелегочных опухолях, например. Идея мультигенного секвенсирования в том, чтобы найти, повторюсь, необычные в кавычках мутации в необычных органах. Понятно, что это нужно не забывать о контексте самых органов. Ну и, конечно, соматические мутации, их общее количество вполне себе коррелирует с антигенностью опухоли и ответом на модуляторы иммунного ответа. Предпоследний слайд. Другой тип исследований. Они более такие функциональные и биологические. Например, есть попытки получения опухолевых клеточных линий от каждого пациента. Таким значимым недостатком этого способа является то, что не каждая клетка опухоли может дать вырасти целую культуру. Есть какие-то субклоны, которые... Нужно их получать какие-то субклоны, которые в состоянии это произвести. Ну и здесь тогда, в общем, возникает вопрос о нецелесообразности исследования. Еще куда более сложный подход использования опухолевых ксинографтов. Часть опухоли пересаживается мышам с иммунодефицитом. И все очевиднее становится то, что иммунная система делает огромный вклад даже в ответ на традиционное лечение. Еще более элегантный подход такой. Существуют попытки произведения внутриопухолевой инъекции противоопухолевых препаратов. Какие-то микроинъекции различных противоопухолевых препаратов, после чего морфологи непосредственно оценивают уровень ответа опухоли. Ну и в качестве заключения, несмотря на то, что вот это все, о чем я говорю, это очень много обсуждается, энтузиазм велик и высок, нужно признать, что есть несколько таких предиктивных тестов, однако их количество весьма ограничено. Практически нет никакого прогресса в развитии более дешевых способов исследований. В основном для более дешевых препаратов. В основном новые тесты разрабатываются для недавно введенных на рынок препаратов, и в основном они используются определенными компаниями, которые финансирует, собственно, отрасль в клинических исследованиях, которые тоже финансируются фармацевтической отраслью. Я думаю, что очень важно не забывать о молекулярной пластичности опухолевых клеток. Ведь есть какие-то реальные... Нужно не забывать и о селекции резистентоклонов, потому что стали появляться специфические препараты, например, вот уже многажды упомянутые нами ингибиторы и GFR. И в этой сфере, в общем, новое поколение позволит расширить арсенал новых имеющихся у нас тестов. Доклад. Буквально несколько вопросов. У нас есть время. Если вопросов не пока выдумать, я хотела бы задать вопрос. На FDA не так давно зарегистрировал жидкостную биопсию для тестирования мутации GFR. На самой АСКО были представлены результаты тестирования GFR в моче. Причем чувствительность данного метода соответствует чувствительности метода при определении жидкостной биопсии в крови. Вот чем связан такой поиск возможных средств для определения мутации GFR? Чем связан такой поиск? Давайте я переключусь на русский, просто для того, чтобы из уважения к задающему вопросу. Если мы говорим про жидкостную биопсию, там есть очень серьезные аргументы за и очень серьезные аргументы против. Самый, на мой взгляд, серьезный аргумент за то, что когда метастатических очагов много, они могут быть немножко разные. И поэтому, если мы берем жидкостную биопсию, то, по крайней мере, есть такая вера, но это никогда не было доказано, что жидкостная биопсия дает собирательный какой-то анализ по всем опухолям очагам. Честно говоря, у меня впечатление, что работа с жидкостной биопсией очень хорошо получается, когда исследователь знает статус опухоли. Как только вот эти данные закрываются, конкордантность между результатами жидкостного теста и между результатами теста самой опухоли, она достаточно невысокая. И, честно говоря, технически тут особых проблем нет. Также выделить ДНК, тут же ПЦР поставить. Но у меня немножко, вот на сегодняшний день, может, я изменю свое мнение, у меня лично увлечение жидкостными биопсиями в том размере, в каком они есть, вызывают немножко недоумение. Потому что мне кажется, что когда речь идет о таком серьезном мероприятии, как изменить схему лечения, да проще цитологический анализ взять. Это не такая инвазивная процедура. Полностью с вами согласна. Более того, ведь патоморфологический анализ, то есть взятие трепан-биопсии позволяет и провести патоморфологический анализ, иммуногистохимический, а ведь в ряде случаев мы можем столкнуться и со второй, и со второй, и третьей опухоли. Евгения Амыч, мы тогда просим вас за… да, буквально сейчас еще вопрос. Спасибо большое за прекрасный доклад. У меня вот какой вопрос. Вот насколько все-таки важны методические аспекты подходов, особенно к новым методам терапии, в частности иммунотерапии. Потому что, например, после одобрения пембролизумаба, или я бы даже сказала одновременно с одобрением пембролизумаба, дискутировалось как бы несколько тестов для определения экспрессии в PD-L1. И вот все-таки ваше мнение, как можно выбрать наиболее оптимальный тест, и будет ли он постоянным, или он все-таки со временем изменится? Ну это вообще очень неудобный вопрос, потому что на самом-то деле все-таки первая позиция остается – огромная серая зона. Вот когда явно положит результат или явно отрицательный, здесь все легко, здесь и воспроизводимость хорошая. Огромная серая зона, раз. Второе. Ну по идее вообще вот эта воспроизводимость становится лучше, когда централизованное тестирование. Централизованное тестирование означает монополизм, по сути дела, и практически это очень неудобно. Теоретически-теоретически, мне кажется, что все-таки будущее за тестами, которые будут делать автоматы, которые хотя бы от человека не зависят. Но на сегодняшний день я не знаю, что вам ответить. У меня нет никаких идей, как лучше. Будут еще вопросы в аудитории? Евгений Нович, мы тогда просим вас за президиум, мы подводим итог нашей первой сессии тогда. Спасибо. Я думаю, может на перерыв пора, мы же и так задержали время, позже начали. Ну тогда буквально несколько слов. Большое спасибо всем собравшимся, огромное спасибо лекторам, спасибо всем за внимание. И буквально через несколько минут мы продолжаем. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.